Ну что же, в день счастья о том, как быть счастливым каждый день, разговариваем с Ольгой Долганиной, психологом, научным деятелем и опытной мамой, а также с ее маленькой дочкой Анфисой. Доброе утро, рада видеть вас в нашей студии. Доброе утро, рада вас приветствовать. Вы пришли с чавательным чадом, действительно. А вот в том случае, если человек холост, одинок, нет у него ни котенка, ни ребенка, как говорится, в этом случае, как быть счастливым? Ну, учите, Сергей. Ну, вообще, наши представления о счастье, такие обыденные, они никак не соответствуют, они неверные, потому что счастье — это не что-то мимолетное, это не бесконечные радостные переживания, счастье — это навык. И учиться быть счастливым необходимо каждый день. И если мы поставим на кон, так скажем, на наше счастье, вот если у нас машина, квартира, дети, партнер, то тогда наше счастье не будет зависеть от нас, а от определенных внешних характеристик. Ну, и мы тогда являемся хозяевами жизни. Скажите, а вот говоря о счастливом детстве ребенка, ну, все-таки ребенок, когда воспитывается, понятно, родители делают ему какие-то замечания, на каких-то ошибках он учится, а вот говоря о детях-психологах, насколько просто живется им, ведь это же постоянный какой-то анализ, я так понимаю, и ребенок тоже пытается разобраться в том, как его воспитывают, и мама наверняка тоже, у вас же нет наверняка опыта, первый ребенок у вас. Это первый, да, у меня второй ребенок. И разумеется, вы тоже вместе с ним учитесь о том, как воспитывать, что нужно. Я дома не психолог, я дома мама. Это все максимально уходит. Конечно, конечно. Но тем не менее, что-то же все равно, какой-то отпечаток работы накладывает. Да, действительно, психологическое образование, оно дает мне знания, но оно не защищает меня от конфликтов, от возможных сложных и трудных ситуаций. Я умею с ними справляться, но это не значит, что их не будет. И в данном случае так же. Это не значит, что мой ребенок будет каким-то особенным. Для меня он всегда будет особенным. Но в первую очередь это ребенок, которому нужна мама, а не психолог. Вот есть такое мнение, что дети априори счастливы изначально, потому что у них нет как раз каких-то условностей. Но тем не менее, наша задача, как родителей, сделать так, чтобы это абсолютное счастье продолжалось как можно дольше и потом действительно переросло в привычку. Вот что для этого можно посоветовать родителям. А потом мы спросим у Анфисы, счастлива ли она и что приносит ей как можно большую радость. Мне кажется, сейчас что-то такое произошло. На самом деле она готовилась по ходу сюда и было очень важно. И я думаю, что это принятие. Это очень важно. Принятие это не значит соглашаться. Я принимаю своего ребенка таким, какой он есть. Но не значит, что я согласна с теми поступками, которые он совершает. Вот это очень важно. Ну, Анфиса, к тебе хочется обратиться. Расскажи, что тебе приносит наибольшую радость? От чего ты, можно так сказать, счастлива? Потому что не пошла в садик. О, да. Это просто, да? Вот мы, друзья, счастливые люди, между прочим. Все, да. Сила момента. А еще, ну, например, хорошо. А в выходные дни, допустим, что тебе приносит радость? Вот как раз это и приносит. К бабушке ехать. Так, а если, например, какое-то, может быть, что-то сладкое, шоколад, допустим? Да. Вкусняшки какие-то, да? Зайцы тебе приносят удовольствие. Как его зовут? Тебе нравится с ним обниматься? Да. И играть, в принципе? Да, и спать. А, вот так вот. Ну, вот, наверное, у каждого был какой-то такой вот либо слоненок, либо зайчонок, может быть. Медвежонок. Медвежонок. Ольга, вот некоторые считают, что счастье – это такое состояние какое-то генетическое, которое передается по наследству. Есть такая теория, согласны ли вы с ней? Или, может, ты вообще первый раз об этом слышишь? Знаете, вот мне сразу не слышала такой теории, абсолютно нет. Мне кажется, это как раз какой-то вот такой родительский процесс воспитания не по генетическому признаку передается, а именно в семье. Я думаю, это не процесс воспитания, как чего-то сделать над ребенком, это состояние самого родителя, как он умеет испытывать счастье. Зависит ли оно от того, пошел ли дождь там на улице, а он не ждал родителей, как он реагирует на какие-то невзгоды. Вот это важно. Скажите, а вот говоря о материальных благах, ну вот, например, кто-то человеку приносит, там, пускай это будет автомобиль, да, допустим, он мечтал, он его купил себе, он получает от этого удовольствие, там, не знаю, от вождения. Я наблюдаю за этим, на самом деле. Но, тем не менее, вопрос такой, с этим материальным благом что-то может случиться, допустим, он попал в аварии, конечно, у нас портится это настроение. Стоит ли себя приучать, получать удовольствие от таких материальных благ или все-таки не надо на это подсаживаться и нужно уметь вычленять в жизни какие-то, ну там, не знаю, вот опять же, про погодные условия мы можем говорить. Конечно, если мы будем, опять же, ставить только на машину, квартиру, на какие-то материальные блага, ну, не будет зависеть счастье от нас. А с машиной может что-то случиться, ее могут украсть, она может попасть в аварию, да все что угодно. И тогда счастье что, испарится? Ну, тем не менее, ну, вот как в этом случае поступать? Ну, вот что делать? Все равно, это же то, к чему мы стремимся, это какие-то наши цели, то, от чего мы получаем какое-то удовольствие. Цели, да, действительно. Нужно не путать счастье как навык, как умение и радость, как переживание радости. Вот я получила, что я купила что-то новое, я радостна, но это не значит, что я счастлива. Я счастлива, я вот здесь и сейчас. Я счастлива, что сейчас общаюсь с вами, я счастлива, что рядом со мной мой ребенок. Вот это счастье. И что, она не пошла в садик? Это она счастлива. Ну что же, огромное спасибо, что пришли к нам и поделились своим хорошим настроением, позитивом. Вообще, есть, опять же, такое мнение психологов и психотерапевтов, нам, по крайней мере, об этом вот сообщают, что если 8 раз в день обниматься, то счастье будет непрерывным. Сергей близко к вам сидит, я предлагаю, типа, обниматься как минимум. Да, ну, ладно. Давай, обнимешься, Зебя. Ну, вот она, по крайней мере, с Зайцем точно. Ну, тогда мы начинаем отчет, а вы пока можете подводить свои рассказы. А я еще раз представлю наших гостей. Сегодня у нас в гостях Ольга Долганина, психолог, счастливая мама и, конечно же, научный деятель, а также маленькая, прекрасная принцесса Анфиса. Спасибо, что пришли к нам. Не визит, но это...